Взрывы в Петербурге Взрывы в Петербурге Но давайте по существу. Если Путин устроил взрывы для того, чтобы закрутить гайки, он эти гайки закрутит. И выражаться это будет в первую очередь в посадке Навального. Навальный уже трижды, или сколько там раз я сбился со счету, осужден за воровство в особо крупном размере. Он давно должен сидеть по российским законам, но у него настолько мощная крыша, что она его отмазывает. Итак, если Путин хочет закрутить гайки, то в ближайшие недели Навальный сядет. Причем по-настоящему. Не в камеру с кондиционером, а на зону к зэкам. Если же Навальный не сядет, то байку о гайках придется выкинуть в помойку, потому что все. Все обвинения с Путину придется снять. Итак, вот вам простой и четкий маркер. Посадка Навального. Либо оно будет, либо нет. Смотрим дальше. Кому могли быть выгодны эти взрывы? На мой взгляд, они очень четко идут в одной связке с антидемонскими митингами и протестами дальнобойщиков, внезапно снова обострившимися. Все это вместе ведет к дестабилизации страны, к Майдану, к превращению страны в аморфное болото, полностью под иностранным управлением. И все это прекрасно себя зарекомендовало в Арабской весне, в Украинском Майдане, еще в нескольких переворотах. И все это вместе работает по методичке Джина Шарпа. Книга о том, как Америке свергать неугодные ей режимы. Там все это изложено. То есть, выступление против коррупции. Это совершенно беспроигрышный вариант, потому что коррупция есть всегда и везде. Массовые беспорядки, массовое волнение и обязательные элементы террора. То есть, либо в людей стреляют снайперы, либо их избивают, либо что-то взрывается. Потому что в кадре СМИ нужно показать кровищу. Кровище возбуждает. Все это работало много раз в последние годы. Просто посмотрите на Арабскую весну, на Украину и так далее. Поэтому лично для меня связка, митинги, дальнобойщики и эти взрывы абсолютно очевидны. Я даже не вижу необходимости это доказывать. Это как дважды два. Четко по книге Джина Шарпа. И повторяю, если Навальный не сядет в ближайшие недели, даже дни, то я прав. И взрывы организовали его хозяева, хозяева Навального. И хозяева всех либералов, которые толдычат байку о гайке. Это все одна сеть, на мой взгляд. Ну и рассмотрим третью версию. ИГИЛ. В общем-то не их почерк. Но если они возьмут на себя таки ответственность за этот взрыв, то все ведет к тому же самому. Потому что ИГИЛ это американское подразделение. Это четко видно по тому, как американцы бомбили ИГИЛ несколько лет до того, как Россия начала с ним бороться. Чем больше американцы бомбили ИГИЛ, тем больше ИГИЛ разрастался и расцветал. ИГИЛ это американское подразделение. То есть след ведет ровно туда же. Повторяю. Самый главный маркер во всей этой ситуации Навальный. Если он не сядет в ближайшие недели по-настоящему на зону, а не в КПЗ, то значит, за взрывами стоит его руководство. Руководство, которое свергало неугодные Америке режимы последние годы по всему миру. Посмотрим на развитие событий. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok